Пинск отмечает свой 922 день рождения. В первые выходные октября по традиции центр города живет в особом ритме, создавая праздничную атмосферу для его жителей и гостей, воздавая почести древней столицы Полесья, прославляя заслуженных пинчан. Наши корреспонденты в эти дни в гуще событий сейчас постараются вам передать все самые яркие и красочные моменты торжества. Важнее всех столиц, родной мой город Пинск, словами передать любовь, но слов так мало. Эта строчка из песни о Пинске, и с ней нельзя не согласиться. В этом году наш город стал еще и культурной столицей Беларуси. В этот 922 день рождения сотни пинчан пришли на праздник, чтобы еще раз признаться в любви родному городу. С днем рождения, любимый Пинск! С днем рождения, любимый Пинск! Мы любим тебя! С днем рождения, Пинск! С днем рождения, Пинск! Мы тебя любим! Поздравить с днем рождения столицу Полесья именинницу пришли трудовые, спортивные, творческие коллективы. Сейчас они формируются в длинную колонну. С этой точки мы даже не видим хвост колонны, и совсем скоро они пройдут праздничным шествием в главной сцене. Хотел пожелать пинчанам не терять себя, беречь свое здоровье, употреблять полезные молочные продукты и заботиться о своих родных и близких. Просветание, всего самого наилучшего, чтобы город с каждым годом улучшался, расцветал. Город, чтобы в дальнейшем процветал. Желаю жителям Пинска всего наилучшего в этом году, в прошедшее и дальше и тому подобное, и всего хорошего. Счастья, здоровья, удачи! Колонна движется, она проходит мимо главной сцены, где совсем скоро выступит председатель Пинского городского исполнительного комитета Иван Рябковец с поздравительным словом в адрес всех жителей и гостей нашего праздника. Желаю Пинску дальнейшего развития, всем горожанам крепкого здоровья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне, много славных дел и новых трудовых свершений. С днем рождения, с праздником, дорогие пинчане! День рождения родного города в Пинск приехали и наши земляки. Валерий Рябковец, первый заместитель председателя Брестского облсполкома. Татьяна Лугина, председатель Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров к легкой промышленности. И председатель Следственного комитета Республики Беларусь Иван Носкевич. С огромным удовольствием я получаю от вас приглашение разделить радость этого праздника и с не меньшим удовольствием пребываю к вам. Спасибо вам за это огромное. Пинск – это один из самых красивых городов нашей страны. Город-сад, город-сказка, город-мечта. А с учетом того, что совершенно недавно наш город попал в число городов, в соответствии с указом президента, которые будут на ближайшие годы являться городами с опережающим экономическим развитием, я уверен, что это еще будет город-центр индустриального развития всей области, всего белорусского болезня. И город вернет былую славу города-промышленника. Мы вправе это верить, а я убежден, что так оно и будет. Уважаемые земляки, позвольте передать вам огромный привет и поздравление с праздником от правительства Республики, в первую очередь от всего правоохранительного блока. Пожелать городу дальнейшего процветания, а вам крепкого здоровья, удачи и мирного неба. С праздником, дорогие пенчане! У нашего города также много друзей и за рубежом. Сегодня приехали делегации из Украины, Польши и России. Город, который имеет богатую традицию, город, который имеет славные традиции в годы Великой Отечественной войны. Сегодня, конечно же, отмечая этот праздник, мы вспоминаем и ветеранов Великой Отечественной войны, отдавших свою жизнь за этот прекрасный город. История города уже насчитывает 922 года. Казалось бы, это большой срок, но в то же время, смотря сегодня на улицы города, это город молодой, город, у которого прекрасный экономический потенциал. Сегодня, не зря, Пинск назван культурной столицей Беларуси. Мы видим, что в городе прекрасные ищи резервы для дальнейшего развития культуры, спорта, образования. У нас в Российской Федерации прекрасно знают этот город. Город Пинск, в котором сплелось и старое, и настоящее. И, пользуясь случаем, хотелось бы вам передать огромный привет от всех россиян, которые знают, которые были и которые любят этот город. Народные гуляния буквально охватили весь город Пинск. В городском парке культуры и отдыха сегодня состоялся теннисный турнир среди любителей. Чуть позже юных пинчан ждет фестиваль красок. Вечером состоится концерт народного хора ветеранов имени Назарова, танцевальная программа в стиле ретро, а также сегодня состоялось торжественное открытие QR-кода на Полесском драматическом театре. Теперь, отсканировав такой код, с помощью мобильного телефона можно будет все узнать об этом архитектурном здании. Давайте посмотрим, как это было. Приемно вам свято! Все очень всегда удивляются и по-доброму завидуют, что именно наш город имеет свой профессиональный драматический театр, который работает не только как театр драмы, чистый театр драмы. Но и мы заменяем и функции и театра юного зрителя. То есть мы обеспечиваем, так сказать, доставляем удовольствие не только взрослому, но и нашему юному зрителю. И то, что сегодня состоялось вот это событие, мы открыли вот этот QR-код, это и будет способствовать еще и дополнительной информационности о нашем здании и о том статусе, которым он обладает сейчас. Я думаю, что для жителей города это будет только лишний плюс, не говоря уже о тех приезжих, кто захочет посетить наш театр. День рождения принято желать крепкого здоровья, поэтому весьма кстати была организована ярмарка, ярмарка здоровья, которая расположилась в городском доме культуры на втором этаже. Сюда мы тоже зайдем прямо сейчас. Центр гигиены и эпидемиологии совместно с учреждением здравоохранения Пинская центральная поликлиника организовал масштабную акцию, где можно получить консультацию врачей. Сегодня у нас уже было 15 посетителей, которые нашли какие-то изменения в электрокардиограмме, сразу на месте получают консультацию кардиолога, врача общей практики, эндокринолога. Всех наших жителей Пинска, Пинского региона в такой день мы поздравляем с праздником и желаем крепкого здоровья, не болеть и обращаться в поликлинику только по вопросам профилактики заболеваний. Всем пинчанам здоровья, здорового образа жизни, эмоциональной устойчивости и всего самого-самого доброго. Музей Белорусского полетия к 920-летию нашего города подготовил уникальную выставку в рамках проекта «За кулисами музея». Данный экспонат находится на хранении в Национальной библиотеке Республики Беларусь но самое главное то, что она была выпущена на нашей земле в 1735 году в типографии, которая принадлежала Пинскому иезуитскому коллегиуму. В этой книге описаны проповеди Петра Скарги, известного проповедника того времени, католика и иезуита. В третий день празднования Дня города Пинска в нашем музее откроется художественная выставка «Вектор». Это творческий проект 20 художников, многие из которых преподаватели, студенты Белорусской академии художеств. Данная выставка будет открыта в рамках Международного евразийского фестиваля. Эта выставка откроется только завтра, но сегодня сотрудники музея нам любезно разрешили подсмотреть работы современных художников Беларуси. Тем временем на главной сцене председатель городского совета депутатов Леонтий Лемешевский под аплодисменты зрителей поздравил сразу двух известных людей нашего города с присвоением звания почетный гражданин города Пинска. Василия Шуста, инженера по подготовке мебельной фабрики Андриана Пинск и Александра Гордича, руководителя Открытого акционерного общества Север Пинск. Вот такой замечательный подарок подготовил хлебозавод. Они испекли праздничный торт. Наверху красуются цифры 922. Кстати, этот торт самое большое произведение хлебопулочное, которое делал хлебозавод и его сможет попробовать каждый желающий пинчанин. Дорогие друзья, принимайте в подарок этот замечательный праздничный торт в день 922-летия города над Пиной. С днем рождения нашего города! В день города Пинск поет и танцует. Музыкальные и танцевальные коллективы выступают на сцене. Здесь каждый найдет музыку и танец по душе. Но прямо сейчас на сцене заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева дает свой концерт. Город Пинск, он всегда такой весенний. Даже эта осень такая красивая, такая яркая, безгранично наполнена всякими красками. Мне хочется, чтобы жизнь пинчан была такой же красивой, такой же разнообразной, неповторимой, чтобы каждый прожитый день вы создавали какое-то маленькое чудо. И самое главное чудо – это мы сами. Я вас очень люблю. Спасибо за встречу с праздником. Любила Пинск. Неотъемлемой частью праздника стала ярмарка с участием мастеров народных промыслов. Здесь можно было приобрести буквально все – от традиционных глиняных горшочков до ювелирных изделий ручной работы. Организаторы обещают, на праздники скучно не будет никому и даже детям. Сегодня здесь, на пешеходной улице, можно поиграть в робофутбол. Скажите, сложно управлять роботом? Роботом управлять не сложно. Просто нажимаете на кнопочки, и он едет. Спасибо. А скажите, можно быстро научиться играть? Нет, нельзя. Почему? Ну, потому что не поймете, как ездить. Не поймем, как ездить. Давайте попробуем, поиграем. Хорошо. Спасибо. Ярким финальным аккордом празднования Дня города станет, конечно, праздничный салют в 22 часа на площадь Зеленина. Но в воскресенье праздник продолжится. С днем рождения, Пинск! Важнее всех столиц Родной мой город Пинск Словами передать любовь, Но слов так мало. И если б дал мне Бог Еще родиться вновь, Я в Пинске Дожила бы жизнь сначала. И если б дал мне Бог Еще родиться вновь, Я в Пинске Начала бы жизнь сначала. Я в Пинске Слов Jab killing me А. Субтитры создавал DimaTorzok